МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационный выпуск новостей Хабберлер в студии для вас работы, Тасан Абиблаев. Сегодня в нашей программе. Торжественная церемония закладки фундамента соборной мечети в Симферополе. Встреча депутатов Госдумы с депутатами Госсовета Крыма. Совещание комиссии по решению защиты и реализации прав граждан на предоставление земельных участков. В городе Саки состоялось открытие первого регионального молодежного межнационального форума «Вместе». Сегодня прошла торжественная церемония о закладке фундамента соборной мечети в Симферополе. Представители власти Крыма, парламента, также городские власти и духовенства приняли участие в процессе закладки. Среди собравшихся муфти мусульман Крыма Хаджимир Леоблаев и депутат Госдумы Российской Федерации Руслан Бальбек. Мечеть строится на южной возвышенности города в районе водохранилища. Строительство идет согласно проекту и будет сдано в срок в 2019 году. Наш корреспондент Олиминя Кайбулаева с места событий. Работа над строительством соборной мечети идет полным ходом. На этой земле уже в 2019 году будет возведено религиозное здание, после чего каждый мусульманин сможет приходить и проводить намазы. Сегодня на территории главного культового объекта крымских мусульман собрались представители власти республики, городские власти и духовенства. Среди гостей муфти мусульман Крыма Хаджимир Леоблаев и депутат Государственной Думы Российской Федерации Руслан Бальбек. Торжественную церемонию закладки фундамента начали с молитвы, после дуа в жертву принесли барана. Затем состоялась долгожданная закладка фундамента. Хаджимир Леоблаев отметил, что строительство соборной мечети – это радостное событие для мусульман Крыма. «Сегодня для нас большой праздник, большая радость. Мы этого долго ждали, на протяжении 30 лет не видели таких событий. Но сегодня у нас есть надежда, что строительство соборной мечети завершится. То, что мы не увидели, увидит наше будущее поколение. Мы надеемся, что у наших детей будет возможность спокойно работать, служить своему народу и изучать свою религию». Мечеть строится на южной возвышенности Симферополя в районе водохранилища. Здание будет включать в себя две части. Основное здание с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном. Также у мечети будет четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Депутат Государственной думы Российской Федерации Руслан Бальбек, принимая участие в торжественной церемонии, рассказал, что строительство соборной мечети – это историческое событие, и это сооружение станет символом Крыма. «Мы знаем, что 15 лет муфтий боролся в украинский период за то, чтобы этой мечети быть. Но, к сожалению, сталкивались постоянно с всевозможными препонами, запретами. И сегодня действительно это состоялось, строительство идет, и мы видим, что слова не расходятся с делом. Будет у нас самая большая мечеть, как символ Крыма, символ того, что сегодня и власть, и общество направлены на то, чтобы повышать мораль и нравственное положение каждого человека в отдельности и общества в целом». В свою очередь, заместитель председателя Государственного совета Республики Римзий Ильясов подчеркнул, что строительство мечети способствует развитию ислама и межконфессионального согласия. «Вот эта мечеть как раз-таки говорит о том, что в Крыму будет развитие ислама, будет межконфессиональное согласие. И мы сегодня видим, что строительство мечети началось уже капитально, фундамент заложен, это означает, что мечеть и будет. Поэтому всех поздравляю, крымских татар, всех мусульман, всех жителей Республики Крым». По словам председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений депортированных граждан Заура Смирнова, Крым является примером многонационального региона. «Заложен фундамент не только соборной мечети, которую действительно мусульмане Крыма ждали 20 лет. Сегодня заложен очередной камень, фундамент новой республики, которую мы все вместе, крымчане, россияне, строим во главе с нашим президентом. И мы знаем, что он сегодня является вдохновителем строительства мечети. Мы сегодня слышим слова благодарности в адрес главы республики Сергея Валерьевича Аксенова за его личный вклад тоже в эти дни. Поэтому, конечно же, уверен, что у Крыма большое будущее, как у примера межнационального и межконфессионального региона, в котором мир и благоденствие – это основа нашей жизни». Среди гостей – ректор Крымского инженерно-педагогического университета Февзи Якубов. Он выразил благодарность и отметил поддержку Российской Федерации. «Я прошу всех несогласных прийти сюда, помолиться и поговорить со своей душой. Вот работа, которую делает Россия. Владимир Путин для нашего народа, для нашей религии». Директор строительной организации Энвер Эмираджиев рассказал, что строительство соборной мечети идёт согласно проекту, и он будет сдан в срок – в 2019 году. «Сейчас у нас задача такая – первые два корпуса построить, и в декабре приступить к основному зданию. Сегодня на стройке у нас 65 человек работают, около 20 единиц строительной техники. Работа ведётся круглосуточно. Правда, работы с механизмами мы ограничили до 11 вечера по просьбе жителей». Не могут скрыть радости те, кто пришёл посмотреть на рабочий процесс. Они высказывают благодарность и отмечают важность строительства религиозного сооружения для мусульман Крыма после долгих лет ожидания. «Слава Аллаху, мы сегодня счастливы. Для нас строятся мечети. Если мы не увидим их, то их увидят наши дети. Они будут совершать намаз, молиться о мире и согласии на нашей родине. Наши пожелания такие – пускай строятся мечети, будет мир и согласие на нашей земле». «Да поможет Аллах довести эти работы до конца. На нашей родине будет такая большая мечеть. Наше поколение будет приходить и совершать намаз и молебны». Соборная мечеть сможет вместить до 4000 человек. Основные здания, которые входят в состав комплекса мечети – само здание мечети, административный корпус, гостевой корпус и технические строения по обслуживанию зданий и территории. Для продолжения строительства в ноябре планируется финансирование в размере 74 миллионов рублей. Севастополь возобновляет паромное сообщение с Турции, прерванное почти год назад. В пятницу в первый рейс отправится паром в Аряк. Местным прибытием станет турецкий город Зонгулдаг. Севастополь прекратил паромное сообщение с Турции в ноябре прошлого года после инцидента, связанного с крушением российского бомбардировщика Су-24. 27 июня 2016 года президент Турции Реджи Пардоган напрял письмо с извинениями за сбитый истребитель. После телефонного звонка между Владимиром Путиным и Реджи Пардоганом в России возобновили продажу туристических туров в Турцию. Сегодня в Крымском парламенте прошла встреча депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с депутатами Госсовета Крыма. В ходе встречи обсуждались основные вопросы законотворческой деятельности Нижней Палаты Российского парламента. Подробнее о сюжете Айше Шулаковой. Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов отметил, что все депутаты Госдумы от Крыма активные участники крымского референдума. Они внесли огромный вклад для возвращения Крыма в родную гавань. Спикер Крымского парламента выразил надежду, что в скором будущем Крым перестанет быть дотационным регионом страны. Любые расчеты сегодня показывают, что наше развитие экономики и промышленности, и строительства сельского хозяйства, и туризма, и транспортной сферы, особенно после строительства всех транспортных переходов, автобанов и так далее, сельского хозяйства, оно даст достаточный финансовый ресурс для саморазвивающегося успешного региона. Глава парламента Владимир Константинов отметил, что избрание депутатом Госдумы Руслана Бальбека является историческим моментом и важным политическим достижением для Крыма. Владимир Константинов добавил, что крымские татары еще сто лет назад были активными участниками в политических процессах страны. Считает избрание Руслана Бальбека данью уважения к нашей истории. Смотря на все сложности в межнациональных отношениях, которые нам достались с украинского периода, попытки украинских официальных властей стравить здесь народы, сбить их лбами, разжечь межнациональный конфликт. Ничего у них с этого особенно не получилось. Нахождение как раз Руслана Исмаиловича в Государственной Думе это дополнительное такое крупнокалиберное орудие информационное, которое у нас появилось для борьбы с такими людьми, которые еще пытаются разжечь вот такой лжезаботой крымско-татарском населении. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Руслан Бальбек отметил, что важно сохранить связь, которая опирается на мнение, позицию крымчан и обеспечить обратную связь. Благодаря крымским депутатам в Госдуме полуостров будет развиваться. Сегодня происходило установочное такое мероприятие, совещание, которое предопределит механизмы взаимодействия между разными уровнями власти. То есть наша задача сегодня обеспечить эффективные каналы коммуникации, то есть от каждого крымчанина, чтобы голос каждого крымчанина был слышен в федеральном центре. Участники заседания отметили, что налаживание отношений в сфере законодательства между Государственной Думой Российской Федерации и Государственным Советом Республики Крым поспособствует решению проблем крымчан на более высоком уровне. Сегодня в рамках региональной недели депутат Госдумы Руслан Больбек в Совете Министров встретился с крымско-татарскими общественными деятелями. В ходе встречи обсуждались вопросы, которые требуют решения на федеральном уровне. Подробнее смотрите в сюжете в итоговой программе «Едеконь». В Совете Министров Крыма состоялось совещание комиссии по решению защиты и реализации прав граждан на предоставление земельных участков для жилищного строительства на территории Республики Крым. Подробности совещания расскажет наш корреспондент Диляра Шевкетова. В обсуждении текущей работы комиссии председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений депортированных граждан Республики Крым Заур Смирнов подвел итоги о проделанной работе по выделению участков жителям Крыма и отметил, что эта работа продолжается. Есть определенные сложности технические. Мы работаем в порядке живой очереди. Здесь не избежать нам этого процесса, поскольку наша задача вручить данные выписки тем людям, кто непосредственно участки получил, то есть при предъявлении удостоверения личности. Поэтому еще раз обращаемся к тем гражданам, кто сегодня в этих списках находится. Нет оснований переживать. Все данные выписки получат. Все, кто проходит по распоряжению правительства, будут обеспечены необходимой документацией для того, чтобы приступить к оформлению правоустанавливающих документов. На совещании рассмотрели схему планировки территории в районе Мирное, Мирновского сельского поселения Симферопольского района. Предусмотрен детский сад на 120 мест, магазин внешней торговли и дополнительно 335 участков под индивидуальное жилое строение. Кроме того, в ходе мероприятия обсуждались вопросы по разработке схем территориального планирования по массивам Крыма и по урегулированию сложившейся ситуации на поляне протеста Птаха в селе Мирное. Комиссии было предложено принять позицию администрации участников полян протеста, которые имеют капитальные жилые строения, включить в реестр с привязкой к данным участкам, что впоследствии позволит муниципальному органу Мирновскому сельскому поселению выделить земельные участки, там, где сегодня люди проживают. В свою очередь Заур Смирнов рассказал и о дальнейшей работе реестра. Будем обеспечивать земельными участками, так как и обещали, то есть власть продолжает эту работу, и все данные обещания нами перед людьми, перед крымчанами в обязательном порядке будут выполняться. Напомним, что только на этой неделе Государственным комитетом было выдано 900 распоряжений на земельные участки. Итого участки получили 2000 крымчан, и до конца года все 3390 человек получат выписки на индивидуальное строительство. Диляра Шевкетова, Асанзий Вадинов, Телеканал Миллет. Сегодня в Крымском федеральном университете прошла международная научная конференция «Потенциал Крыма в укреплении российской государственности». В мероприятии принял участие председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов. Приветствую участников конференции, глава Крымского парламента отметил, что данное мероприятие поможет сформулировать единое экспертное мнение о значении и роли Крыма в развитии российской государственности и российского общества. Стоит отметить, представители Российского института стратегических исследований уже не первый раз проводят на территории республики мероприятия, которые носят познавательный характер и способствуют решению актуальных проблем в Крыму. «Безусловно, это экспертное мероприятие, и в первую очередь для них это имеет значение, выработка единой позиции, мнения, а уже дальнейшие, конечно, решения, которые могут быть здесь приняты, это научно-творческая работа. Ну, что касается самих тем обсуждения о роли Крыма, это, конечно, очень важный вопрос, и он еще долго будет на повестке, и темы таких форумов всегда будут интересны». Сегодня в городе Саки состоялось открытие первого регионального молодежного межнационального форума «Вместе», основной задачей которого стало укрепление межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде, вовлечение молодых людей Крыма в создание национальных проектов. С подробностями Гульнара Каримова. Цель проведения форума – гармонизация межнациональных отношений, организация благоприятных условий для реализации потенциала молодежи различных национальностей. «Форум актуальный именно в нашей ситуации, в которой сейчас находимся мы, и вообще все время, когда находился Крым. Крым – это очень многонациональный регион, поэтому здесь надо учитывать все аспекты жизни всех наций, народностей. То будет религия, то будут какие-то праздники. Поэтому именно этот форум захватывает многие аспекты. Здесь будут исторические аспекты проходить». Участниками форума по итогам конкурсного отбора стали 70 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Представители различных народов, проживающих в Крыму, молодежные лидеры и активисты национально-культурных объединений. «Этот форум, объединяющий нашу молодежь, самую креативную, самую образованную, которые пришли на эту площадку порассуждать о своих планах, о своем будущем, при этом не акцентировав внимание на том, что они разных национальностей. Это объединяющий форум молодежи, у которых есть одна цель. Во-первых, сделать страну краше, благоустроить свой родной Крым, работать на нем, учиться, созидать». «Я думаю, что следующий форум молодежный вместе состоится в следующем году уже с более серьезным бюджетом, с более шире, географически шире. Может, это будет межсубъектовый форум. Но идея сама сегодня воспринимается всеми. И те спикеры, которые сегодня и завтра у нас будут проводить панельные дискуссии, они действительно интересны, разнообразны. Это и историки, и политики». По словам организаторов, идея создания форума возникла давно, а название подразумевает цель собрания. «Такая дружелюбная обстановка. Большое спасибо организаторам. Действительно, мы как приехали, мы не думали, что это будет такой прям форум. Мы приехали в дружескую обстановку. Все жизнерадостные, несмотря на наш межнациональный коллектив. Все очень дружелюбные, все позитивные. Надеюсь, что в течение этих двух дней мы получим массу позитивных эмоций». На форуме функционируют интерактивные, образовательные и спортивные площадки. Сегодня прошла дискуссия на север молодежь и религия. «У форума большие цели и задачи, которые достигаются годами. А подобные форумы помогают приблизиться к поставленной цели. Мы верим в это. Именно поэтому мы будем участвовать в сессиях, рассказывать молодежи о том, на чем нужно сконцентрировать свое внимание». В первый день мероприятия состоялась презентация многонационального Крыма, его культуры, обычаев и традиций. Участников угостили национальными блюдами всех народов, проживающих в Крыму. Гульнара Кримова, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». Сегодня по рынкам Симферополя провели очередной рейд, направленный на пресечение стихийной торговли. На проверку выехали сотрудники Департамента административно-технического контроля администрации Симферополя, полиции, ветеринарного контроля, распотребнадзора и городского управления торговли. Об итогах проверки расскажет наш корреспондент Собриеха Лиляева. Рейд начался с рынка возле Московского кольца, где стихийщики уже давно ведут несанкционированную торговлю. Однако сегодня торговцев там не оказалось. Как пояснил начальник Департамента административно-технического надзора Юрий Бравников, специалисты ежедневно проводят рейды, и продавцы уже покинули места стихийной торговли. Это обычная картина последних трех недель. Мы уже не проводим рейды, мы мониторим постоянно ситуацию совместно с полицией и светслужбой. Поэтому вы можете обратить внимание, что на газонах, где раньше базировались сотни стихийщиков, наверное, по этой аллее до привоза. Сегодня высажены розы, культивирована земля, и проведено благоустройство. По словам начальника отдела судебных приставов по центральному району Симферополя Игоря Авлахова, с начала года была проведена колоссальная работа по борьбе со стихийной торговлей. На исполнение поступило по крайней мере более полутора тысяч исполнительных документов, выданных админкомиссией, в том числе и за незаконную торговлю. Более половины мы отработали уже, остальные по причинам того, что люди либо отсутствуют, потому что они на этих местах, указанных в исполнительных документах, не проживают, либо выехали за пределы, пока, к сожалению, не отработаны. Для того, чтобы граждане не торговали на стихийном рынке, был создан специальный муниципальный рынок с торговыми местами. Если это более-менее крупный какой-то торговый, назовем его перекупщик, он уже способен взять небольшой ролетик, в котором разместить свою продукцию. Если это бабушка, которая вынесла свой товар, для них есть общие ряды. То есть цены очень доступны. Для бабушек вообще это бесплатно, а для торговцев это 250 рублей торговый день. По словам продавцов, они довольны выделенными местами на рынке. Галина Степанова отмечает, что здесь удобно раскладывать товар и есть возможность пестеть отдохнуть в течение дня. Я 20 лет пробегала на этой стихийке, и в телевидение попадала. Немного, как говорится, было неприятностей, но, слава богу, попали на стол. Следующим пунктом проверки стал центральный рынок. Здесь был составлен административный протокол на продавца за незаконную торговлю. 9 ноября состоится административная комиссия, которая установит меру наказания. Сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют не приобретать продукцию на стихийных рынках. Пожалуйста, не приобретайте пищевые продукты в местах стихийной торговли, поскольку данная продукция в этих местах реализуется с грубейшими нарушениями санитарных норм, в антисанитарных условиях, при отсутствии медосмотра у продавцов. И самое главное, отсутствует лабораторный контроль. Употребление данной пищи может привести к массовым пищевым отравлениям и таким тяжелым заболеваниям, как сальмонеллез, дизентерия, бруцеллез. Председатель комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Ефим Фикс отметил, что следует ужесточить наказание за несанкционированную торговлю. Будет от 4 до 30 тысяч рублей, вот будет такой, как бы, ну, пока предварительно. Мы сегодня работаем, 16 ноября на сессии, будем вносить проект закона, вот в связи с этими изменениями. Если в течение 60 дней человек не воплотил штраф, после того, как административная комиссия определила, ему утвердила этот штрафные санкции, и он не воплотил штраф в течение 60 дней, то уже вступает в силу судебной приставы, и они взымают, взыскивают вот этот штраф, который он не воплотил, и еще штраф в двойном размере за несвоевременную уплату этого штрафа. Работа администрации Симферополя направлена на полную ликвидацию стихийной торговли в столице. Подобные рейды будут проводиться ежедневно. Сабри Халиляева, Рамазан Аливапов, Селиканал Меллет. Недвижимость, земля, получение гражданства и социальные выплаты, бесплатную юридическую консультацию по этим вопросам получили жители села Кольчугино Симферопольского района. Это первый населенный пункт, где началась реализация социально-правового проекта телеканала Меллет и Государственного комитета по международным отношениям и делам депортированных граждан. Каждую неделю юристы комитета совместно с журналистами будут выезжать в разные районы, чтобы помочь крымчанам адаптироваться к законодательству Российской Федерации и освещать волнующие их проблемы. Ответы на самые важные и интересные вопросы можно будет увидеть в телепередаче «Бызыма Кымыс». Наше право в эфире телеканала Меллет. Сегодня программа «Бызыма Кымыс» приехала в администрацию Кольчугинского сельского поселения. И специалисты Государственного комитета по международным отношениям и делам депортированных, а также представители администрации Симферопольского района ведут консультацию граждан. Гражданство, оформление недвижимости, социальные выплаты – вопросы, с которыми местные жители пришли на консультацию к юристам. Алия Асанова рассказывает, не знает, как получить права собственности на свой дом. Еще в 90-х, после возвращения в Крым из Узбекистана, ей выделили жилье как депортированной. Однако женщина вовремя не оформила необходимые документы. Теперь юристы посоветовали ей обратиться в суд. Кадастро отказывает на собственность перевести на меня именно лично. Сказали, чтобы подать в суд и решить полностью доказать, что вы там оживете, и как бы собственники, и чтобы начинали на вас оформление дома. Эльмира Алиева около полугода назад переехала в Крым из Узбекистана. У ее родителей уже есть справка о реабилитации. Какими льготами теперь может воспользоваться ее семья и дает ли ей это право на получение гражданства, пришла выяснить у юристов. Муж получает РВП, и мои дети получают. Я не имею по ним права получать, пока они не получат гражданство, потому что не дают. Вот это очень тяжелый вопрос. Я вот хотела спросить, есть какие-то льготы, нету? По словам жителей села Кольчугина, правовые вопросы на сегодня особенно актуальны. Мы только недавно вошли в состав Российской Федерации. Возникло очень много вопросов, на которые мы, к сожалению, не можем дать ответов, поскольку мы сами только начинаем входить в эту систему. И у нас, и как у работников сельских поселений, так и у населения возникает очень огромное количество вопросов. И такие консультации помогут нам более полно выполнять свою работу, отвечать на вопросы граждан. Заведующая отделом правовой и организационно-кадровой работы и делопроизводства Госкомнации Алина Мамедова отметила, что цель этого проекта – помочь людям разобраться в их проблемах и подсказать правовой выход. Целью нашего проекта в первую очередь является повышение правовой грамотности населения. В основном, конечно, граждане обращаются по вопросам улучшения жилищных условий, выделения земельных участков, оформление правоустанавливающих документов на имущество, которое было получено ими, либо приобретено еще до 2014 года. Специалистами нашими даны исчерпывающие разъяснения. Некоторые вопросы взяли на контроль, по которым будем продолжать работать, ну и в дальнейшем максимально оказывать помощь. Самые интересные и актуальные вопросы, заданные на встрече с юристами, можно будет увидеть в правовой телепередаче «Бызым от КМС» уже в следующий понедельник. Представители Госкомнации сообщили, такие выездные юридические консультации будут еженедельными. Следующая состоится в СААКах. Время и адрес проведения можно узнать на сайте Госкомнации и в анонсах телеканала «Милет». Оксана Лободаев, Дэм Исмаилов, телеканал «Милет». А это все новости на сегодня. В студии для вас работу Асана Бибулаев. Оставайтесь с телеканалом «Милет». До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова